Работает ГРУ, расплачиваются богачи. В Великобритании вновь заговорили о конфискации российских денег в связи с расследованием отравления в Солсбери. Кому грозит наказание, давайте узнаем. Дорогие квартиры, роскошные яхты, огромные счета в банках. Вскоре российские олигархи могут лишиться этих атрибутов красивой жизни в Великобритании. После обнародования новой информации об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, толстосумам иностранцам грозят проверки имущества. По словам источников, Национальное агентство по борьбе с преступностью заинтересовалось активами около ста зарубежных бизнесменов. Большинство из них – россияне. Если эти люди не смогут доказать, что их британские активы получены законно, то могут потерять имущество. Как известно, закон, позволяющий конфисковать грязные деньги, приняли еще в начале этого года. Но полностью он так и не заработал. Несколько месяцев назад британская пресса подняла скандал, когда узнала, что за все время действия закона запросы на проверку имущества выдавали только трижды. Теперь, как сообщают источники в правительстве, ситуация изменится. Детали стощепетельного процесса, который затрагивает интересы публичных людей, не разглашают. Но этот инструмент может быть использован Лондоном в качестве своеобразных санкций против России из-за отравления в Солсбери. Расследование инцидента продолжается. Британская пресса выяснила, что подозреваемые в отравлении Александр Петров и Руслан Баширов в течение нескольких месяцев до совершения преступления шесть раз побывали в Швейцарии. Теперь полиция пытается выяснить, с кем они встречались. Эта информация может стать ключевой в расследовании. В доме Сергея Скрипаля в Солсбери, где произошло отравление, начали процесс очистки от следов новичка. Ранее строение и вовсе собирались снести. Ирина Иванова, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.